у меня тут такой интересный вопрос тут недавно у нас случилось некое событие брутальные господа байкеры рассекали по москве по главе с господином хирургом с шариками с надписью христос воскрес моя жена гениально назвала этот процесс православные гонки да да что я думаю я хочу процитировать свой маленький стишок кладу поклон судьбе сестрицы за то что в ней полно чудес бродяжа бесы по столице скандируя христос воскрес вот мое отношение к этому я думаю что достаточно ясно все выражено да то есть четко и ясно ты очень лаконичен мне теперь вопрос господину орлов вот у тебя есть какое-то мнение я думаю что у тебя точно есть мнение к православным байкером или как там не знаю там сказал православным гонкам но у меня явное совершенно ясное ощущение непрекращающегося абсурда уже перерастающего масштабы размера даже патологии то есть он стремится выйти за какие-то уже просто межпланетные какие-то рамки люди байкеры разъезжают по городу значит во первых с этим христос воскресе сейчас они сегодня они будут заниматься там самостоянием за рпц и лично кирилла прости господи совершенно на куртках у них написано там за русь святую и все это байкеры которые разъезжают на американских мотоциклах вообще они наследники движения американского байкерства которое пошло оттуда все да то есть что вообще происходит в головах у этих людей люди байкеры очнитесь уже а можно скажу еще одно слово да вот сегодняшнее мероприятие называется молитвенное стояние даже даже так вот на самом-то деле я хочу чтобы мне господа которые задумали это поняли что они осуществляют молитвенное противостояние они делают все для того чтобы общество наше разделилась в очередной раз на два непримиримых лагеря поэтому не стояние это господа это противостояние это я наверное русской православной церкви есть пиар отдел да даже если у кого не мы знаем сколь эффективно работа так вот господа пиарщики вы что ли когда что-то называете вы бы что ли хоть мыслительный процесс мыслительный процесс подключили бы что ли а бог в помощь и еще одно слово говоря ну просто невозможно остановиться говоря о том что развиваем мысль юры что это противостояние вот если бы это было примирение со стороны людей радующих за рпц за эти идеалы религии вообще в целом вот если бы они сделали шаг навстречу примирение они противостояние и не стояние нужно защищать церкви патриарха они достаточно защищены к сожалению так защищены государством которое не должно этим заниматься паства что дальше некуда уже от паства совершенно верно вот если бы эти люди искали примирение да пытались достучаться как бы до сердец тех кто кажется им оппонентами церкви в этом был бы хоть какой-то смысл они привели бы место священника сегодня как мне кажется и паства его у стен той тюрьмы где сидят девушки из пуссера и и в зале того суда встать на колени с плакатами выпустите на свободу да вот вместо священника государства и не будь милосердным важно сказать о лечение к и в зале того суда где происходит бесчинство но это как бы вот там настоящим так сказать религиозникам вот там и место чрезвычайно трудно это сердечная недостаточность да острая недостаточность сердца совершенно острое но вообще как не дико это звучит я я даже рад тому как все разделилось как решена как стало ясно всем даже тем кто был далек от этой тематики что такое на самом деле руководство рпц и очень многие верующие сами по себе кто требует жажды крови кто жаждет всего это все четко разделилось теперь нет ни у кого иллюзий что это такое черно-белое кино на самом деле у меня к этому безобразию тоже есть некоторое мнение я недавно это буквально когда появилась новость пару дней назад и обсуждался в интернете я написал что как-то мне очень странно наши московские байкеры новые московские байкеры но такие байкеры что просто дальше некуда и в какие-то странные все время события они спрягаются какие-то не знаю там автомобильным продвижить как-то автомобили с премьером вот и теперь вот это вот тоже странное катание но как-то несвойственное все-таки и мне сразу же хочется куда-то назад домой туда в конец 80 когда байкеров все называли рокерами вот и за ними гонялась милиция и было маленько все по-другому не были другие цели и другие желания я ничего против этих хирургов не имею на самом деле хорошее дело когда сам мотоцикл я сам это дело жутко когда-то любил пока не совсем не стал как крок вот и сейчас просто для меня наверное дикость когда по сути протестное движение в виде рокеров то есть имею ввиду сейчас не не байкеров именно а рок-музыкантов некоторых видов рокеров некоторых видов рокеров байкеры и всевозможные хиппи начинают поддерживать то что в принципе противно самой идеологии данного движения байкеров рокеров хиппи и художников кого угодно вот это мне как прикормленные бунтари да вот это мне странно вот на этом хаос